Как реагировать на ревность мужчины? Ты только моя, туда не ходи, туда не смотри. Ты чувствуешь себя какой-то ущемленный, странный, как будто тебе не доверяют. Ты испытываешь стресс в отношениях. Да не изменяю я, да не переписывайся ни с кем, да ни для кого я красиво не одеваюсь, это я для себя. Он жутко ревнивый. Мы даже к экстрасенсам ходили, мы к каким-то батюшкам ходили, мы даже нас святой водой чуть ли там не поливали, а он все равно ревнует. Я не понимаю почему. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я психолог, эксперт в отношениях, основатель образовательной компании «Фаза роста». И в этом видео мы разберем насущный вопрос, с которым сталкиваются многие девушки. И мы разберем быстро, как реагирует большинство девушек и женщин в таких ситуациях, когда мужчина проявляет ревность. И что на самом деле хотел бы услышать и слышать мужчина регулярно, для того, чтобы поводов для ревности у него не было. Кстати, приглашаю тебя на самый масштабный бесплатный онлайн-курс в русскоязычном интернет. Называется «Мужчина. Честная инструкция». Его уже прошли сотни тысяч девушек и женщин. И я приглашаю тебя присоединиться к этому бесплатному онлайн-курсу, где мы разбираем, как перезагружать непонятные отношения, как привлекать достойных мужчин, сделать правильный выбор, как создавать счастливые отношения, где 1 плюс 1 равно 11, и не только одну ночь, первые два года влюбленности или до рождения первого ребенка, а столько, сколько ты сама захочешь. Прямо сейчас кликай по ссылке под этим видео, записывайся и до встречи. В начале отношений мужчина проявляет ревность. В начале это, конечно же, для большинства девушек приятно, потому что мужчина говорит «ты только моя, туда не ходи, туда не смотри». Он проявляет какую-то собственническую позицию. В начале это приятно. Тебе кажется, что ты чувствуешь себя любимой, ты чувствуешь себя нужной, ты чувствуешь себя такой женственной женщиной. Но если это повторяется в отношениях постоянно, а если еще это усиливается в какую-то патологию, то ты перестаешь чувствовать себя счастливой, ты чувствуешь себя какой-то ущемленной, странной, как будто бы тебе не доверяют. Ты испытываешь стресс в отношениях, и это точно не доставляет тебе счастья. Давайте разберемся, а как же реагирует большинство девушек в таких ситуациях? Мужчина говорит «как обычно», например, определяет претензию в какой-то неверности. «Ты там с кем-то переписываешься, ты на кого-то посмотрела, ты для кого-то там красиво оделась, а ты мне изменяешь?» Он может прямой вопрос задавать. И как отвечает большинство девушек? «Да не изменяю я, да не переписываюсь я ни с кем, да ни для кого я красиво не одеваюсь, это я для себя или для тебя». То есть по факту она отвечает, ну, похожий текст, который мужчина ей предъявляет. Давайте разберемся, в чем же на самом деле причины вот этой ревности. И давай для того, чтобы более понятно, мне удалось вам это объяснить, донести до вас. А в любом случае цель моя – это ваше счастье, это ваше благополучие. У меня нет цели обвинить вас или сказать, что мужчины правы, а вы не правы. Моя цель – дать вам больше инструментов для вас, как для автора своей жизни. Для того, чтобы вы создавали классные отношения, для того, чтобы повышать вашу собственную самооценку, уверенность в себе, и чтобы это приводило к счастью с каждым днем, которое только бы преувеличивалось. Давайте представим, когда женщина ревнует мужчину. Она говорит, вот ты смотришь на какую-то женщину, вот ты там с кем-то переписываешься. А что на самом деле в идеале ей хотелось бы услышать? Ей хотелось бы слышать чаще признание в ее сторону, что «дорогая, я только твой», что «я тебе 100% верен, ты лучшая женщина, ты красивая». Если бы мужчина давал больше признания женщины, если бы он давал ей больше чувства, что она нужная, любимая, красивая, особенная, тем бы у девушки, у женщины, у жены было бы меньше поводов, правильно, для ревности. Потому что она бы понимала, что он мне дает регулярно подтверждение этого самого моего состояния, то, что мне природно так необходимо, как женщины. У мужчины то же самое. И зачастую причина его ревности – это в том, что он недостаточно уверен в том, что ты только его. Он, скорее всего, слышит мало или вообще не слышит слов признания, что он классный мужчина, что он лучший мужчина для тебя. Скорее всего, он чаще слышит какую-то критику, скорее всего, он чаще видит какое-то недовольство. И это зачастую является более глубокой причиной его ревности. А не то, что ты там с кем-то переписывалась, кому-то посмотрела или красиво оделась. Понимаешь? Кто понимает, о чем я, пожалуйста, поделитесь в комментариях, потому что мне важно быть с вами на одной волне. Поэтому, если бы я был женщиной и мужчина меня ревновал, давайте представим, как бы я реагировал на месте женщины. Вот мужчины ревнуют. Я бы сказал, слушай, дорогой, класс, мне очень нравится, что ты за меня беспокоишься. Мне нравится, что ты такой собственник, такой сильный, властный, классный мужчина. Спасибо тебе за это, мне это очень приятно. А скажи мне, пожалуйста, в каких ситуациях, где я как себя веду, что я даю поводы для ревности? Потому что я хотела тебе донести, что ты лучший мужчина. Ты номер один мужчина в моей жизни. Я тебя ценю, я в тебя вижу победителем мужчину. Я тебе благодарна за многое. И я очень переживаю, что я как-то в поведении даю поводы. Ведь мне хочется наоборот, чтобы ты был на 100% уверен, что я только твоя. Может быть, посоветуй мне как женщина, может мне чаще это нужно говорить. Может быть, я где-то недостаточно благодарна. Может быть, я где-то недостаточно довольна, недостаточно даю тебе какого-то признания. Попробуй так пообщаться. И опять же, это для тех девушек, кому-то действительно важно создавать открытые доверительные отношения. И с другой стороны, тоже проанализируй свое поведение. Было такое, мне пишет девушка в Инстаграм. И говорит, Ярослав, я люблю своего мужа. У нас, я, он у меня самый лучший, но он жутко ревнивый. Мы даже к экстрасенсам ходили. Мы к каким-то батюшкам ходили. Мы даже нас святой водой чуть ли там не поливали. А он все равно ревнует. Я не понимаю, почему. И что вы думаете? Я захожу в Инстаграм этой девушки. Как вы думаете, что я вижу? Я вижу на каждой пятой фотографии ее полуголую в ее Инстаграме. И как вы думаете, что должен чувствовать мужчина, когда в Инстаграме его жены каждая пятая фотография, ну реально, чуть ли не полуголая? Это тоже признак для ревности у мужчины. Я не говорю, что ты должна одеваться как монашка. Просто я объясняю, почему, как происходит. А ты уже договаривайся и строи отношения, проговаривай с мужчиной, ну как-то ему, ну как-то вы договариваетесь между собой, у кого какие фотографии должны быть в Инстаграме. Или, например, другая история, да? Когда ты со своим мужчиной, например, дома, ты не сильно паришься о том, чтобы красиво одеваться. Не сильно паришься, например, я сейчас не про всех говорю, если это к тебе относится. Ты не сильно паришься о том, как быть там сексуальной, красивой, ухоженной. Ну как только вы идете куда-то на праздник в гости или в театр, или в кино, ты сразу же одеваешься, прихорашиваешься. Какая мысль у мужчины, что для меня ей не очень хочется стараться, а для кого-то она старается. Это тоже может быть причиной у мужчины для ревности. И да, есть патологические ревнивцы. Да, есть мужчины, ну представьте, если этот мальчик вырос в семье, где мама изменяла папе. И сын это осознавал. Как он будет относиться к женщинам? То есть есть патологические ревнивцы. Я согласен, что такие есть. И если мужчина начинает ревновать уже на первом свидании, во время уже конфетно-букетного проявляется ревность, это опасно. И вас никто не заставляет таких выбирать. Еще раз, дорогие, услышьте меня, пожалуйста. Я искренне говорю, у меня нет цели вас обвинить. У меня нет цели вас оскорбить. У меня нет цели сказать, что мужчины самые лучшие. Да нищеброды, каждый я не знаю, их очень много. Они размножаются между собой, такое ощущение. Куча безответственных мужчин, слабых мужчин. Не готовых двигаться, не готовых развиваться, не готовых обеспечивать семью, не готовых выполнять свою функцию. Их много. Развитых женщин гораздо больше, чем развитых мужчин на постсоветском пространстве. Но, дорогие, вас никто не заставляет выбирать слабых мужчин. Вас никто под дулом пистолета не заставляет выходить за них замуж. Понимаете? Я, конечно же, могу обвинять во всем мужчин, но от этого не будет меняться ваша жизнь. Моя задача, опять же, помогать вам раскрывать ваш потенциал, как женщинам. Для того, чтобы строить крутую, классную жизнь с соответствующим уровнем мужчин. Или еще, например, причина неосознанная. Это когда девушка в разговоре восхищается другими мужчинами. Когда девушка в разговоре говорит, вот тот стоматолог такой классный. Ой, какой тот боксер сильный. Ой, какие красивые мышцы там у, я не знаю, какого-нибудь там штангиста. Или в инстаграме у какого-то парня. И когда ты сравниваешь мужчину с другими, вслух, да даже когда мысленно он это чувствует, а тем более если вслух, понимаете, в чем штука? Вы можете быть на 100% физически в сексуальном плане верны мужчине. Но если вы даже вербально, либо вот то, что я озвучил, вот так вот сравните мужчину, например, с другими, или фотографии в инстаграм, это для мужчины повод для ревности. Но чтобы этого не было повода для ревности, нужно это компенсировать. Но если ты выставляешь там каждую пятую фотку в инстаграме, ну пожалуйста, будь добра чаще мужчине давать какое-то признание. И опять же, я не заставляю вас давать признание тому мужчине, который не достоин этого признания. Но если мужчина, с которым ты живешь, он не достоин признания, ну не живи с ним. Выбери мужчину, с которым достоин признания. Но если ты живешь с мужчиной, который не достоин признания, которого ты условно ненавидишь, и при этом ты спрашиваешь, как избавиться от его ревности, У меня вопрос, а зачем ты тратишь свою жизнь, тратишь жизнь этого мужчины на смысл этого всего? Поэтому, дорогие, я за счастье. И если для вас еще более важно разобраться в психологии мужчин, в психологии отношений, разобраться, как из слабых мужчин делать сильных, и возможно ли это, в каких случаях это возможно, в каких случаях это невозможно. Как привлекать достойных мужчин? Как создавать 100% доверительные, открытые отношения без ревности, без неуверенности, ни мужской неуверенности, ни женской неуверенности? Тогда прямо сейчас под видео кликайте по ссылке и успейте записаться на бесплатный онлайн-курс «Мужчина. Честная инструкция», где на протяжении нескольких вечеров подробно мы это разбираем. Там теория, практика, домашнее задание, тысячи участниц. И приглашаю тебя присоединиться прямо сейчас под видео, кликай по этой ссылке и записывайся. Если это видео было для тебя полезно и ценно, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал и до встречи в следующих видео. Пока!